На канале РТВ и Международные новости в информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! Генсек ООН Бангимон настоятельно призывает Москву и Вашингтон возобновить переговоры по Сирии. А его спецпосланник Стафан Демистора обещает, что сирийский народ не будет брошен на произвол судьбы. Накануне США заявили, что приостанавливают использование двусторонних каналов с российской стороной. В Госдепартаменте сослались на то, что партнеры по Международной группе поддержки Сирии не выполнили обещания по соблюдению режима перемирия. Сегодня, впрочем, глава Веномства Джон Керри заверил, что Соединенные Штаты не прекращают контактов с российскими военными в вопросах борьбы с группировкой «Исламское государство». Что же касается срыва мирных переговоров, ответственность он возложил на Москву и Дамаск. Мы хотим работать с Россией. Я провел с Лавровым больше времени, чем с любым другим иностранным дипломатом. Но координация с Россией не снимает с нас обязательства твердо стоять на позиции защиты свободы и защиты принципов международного права. Россия и Сирия отказались от дипломатии и стремятся к военному решению конфликта. Россия прекрасно знает, что она должна сделать для выполнения своих международных обязательств. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, с которым Керри ведет переговоры по Сирии, заочно отверг критику американского коллегии и выступил со встречными обвинениями. Это оппоненты вынашивают планы силового сценария, заверил глава МИД. Говоря о невыполнении Соединенными Штатами их обязательств, Лавров добавил, это печально и прискорбно. Соединенные Штаты оказались нефть. Было с самого начала немало желающих эти договоренности развалить, в том числе и внутри американской администрации. И, как вы знаете, к сожалению, к огромному вчера это удалось сделать тем, кто выступает против политического регулирования сирийского кризиса, против выполнения соответствующих резолюций с этой безопасности и явно вынашивает планы силового сценария. Из-за этих внутренних противоречий Соединенные Штаты оказались не в состоянии выполнить свои обязательства по нашим с ними договоренностям. Не только в том, что касается отмежевания умеренной оппозиции от Джабхата Нусры, но и в том, что касается предельно четких, конкретных обязательств по разблокированию дороги Костелло. Между тем, американские СМИ заявили о наращивании российского военного присутствия на Ближнем Востоке. На фоне срыва переговоров между Вашингтоном и Москвой, последняя якобы отправила в Сирию передовую систему противовоздушной обороны С-300В4 Антей-2500. Она предназначена для поражения баллистических и крылатых ракет, а также самолетов. Поскольку террористические группировки не имеют такого вооружения, Антей-2500 потенциально может быть предназначен для перехвата американских ракет, отмечают СМИ. И еще одна новость из Сирии. МИД России сообщил сегодня о минометном обстреле посольства страны в Дамаске. По данным ведомства, одна из мин взорвалась на территории депрессии вблизи жилого комплекса, а еще две рядом с посольством. Никто из сотрудников дипломатического представительства не пострадал, но зданию причинен ущерб. Как утверждают в МИДе, обстрел ввелся из пригорода сирийской столицы Джабар. Этот район находится под контролем исламистов, в том числе боевиков группировки Джабхат Фатх Ашан. Это бывшая Джабхата Нусра. В Москве при этом поспешили назвать тех, кто причастен к инциденту опосредованно. Рассматриваем обстрел российского посольства в Дамаске и, как следствие, действий тех, кто, подобно США и некоторым их союзникам, провоцирует продолжение кровопролитного конфликта в Сирии, заигрывая с боевиками и экстремистами различных мастей. Ответом на провокационные акции преступников, как добавили в МИДе, должны стать скоординированные антитеррористические усилия международного сообщества. Российское внешнеполитическое ведомство пообещало, что Москва со своей стороны предпримет все необходимые действия для устранения террористической угрозы и возвращения мира и безопасности на сирийскую землю. Страсбург обязал Москву выплатить компенсацию фигуранту болотного дела. По решению Европейского суда по правам человека, российские власти должны перечислить на счет Ярослава Белоусова 12,5 тысяч евро. Причина – несправедливое судебное разбирательство, незаконное продление ареста, ограничение права на свободу собрания. По версии Страсбурга, было нарушено сразу четыре статьи Европейской конвенции по правам человека. Белоусов обвинялся в России в участии в массовых беспорядках и применении неопасного насилия к представителю власти. Он был приговорен к 2,5 годам тюрьмы, правда, позже три месяца ему скосили. Речь, напомню, идет о событиях на Болотной площади Москвы 6 мая 2012-го. Тогда, накануне инаугурации президента Владимира Путина, в столице проходил согласованный с властями марш миллионов. На Болотной площади оппозиционная акция переросла в столкновение с полицией. Многие активисты были осуждены. Новый выпад президента Филиппин в адрес его американского коллеги Родриго Дутерто, отвечая на критику властей США, заявил «Обама, отправляйся в ад». Политик признал, что высказывается чересчур прямолинейно, но заверил, что извиняться перед Вашингтоном не намерен. Ранее, правда, ему приходилось публично говорить, что он сожалеет о других словах, адресованных Бараку Обаме. Дутерто как-то назвал Барак Обаму сукиным сыном. Грубо отвечал он и европейским политикам, предлагая им отправиться к черту, а теперь вот и в чистилище, поскольку, по словам президента, в преисподней и без того тесно. Столь болезненная реакция филиппинского лидера, как тогда, так и сейчас, связана с критикой внесудебных казней на Филиппинах. В рамках масштабной кампании против наркоторговцев за последние месяцы в стране были убиты более 3,5 тысяч человек. СМИ сообщают о неких секретных отрядах смерти, эскадронах, которым предписано уничтожать нежелательных граждан, наркоманов и дилеров. Кстати, ранее Дутерто обещал устроить для них настоящий геноцид, по аналогии с Холокостом. В Германии был Гитлер, на Филиппинах есть я, заявил тогда президент. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на RTVI у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова